Итак, друзья, всем привет! Rockhurst! Я залип в эту игру просто невероятно! Несмотря на то, что Elden Ring ждет записей, я уже десятый, наверное, да, если быть точно, наверное, около десяти уже сто процентов сделал видеороликов и пишу дальше, не могу остановиться, иду данжу за данжей вместе с вами, это офигенно! Не знаю, я просто кайфую от этой игры. Здесь у нас должен быть уже новый босс, но я смотрю, что мобы все равно гоблины. По заставочке был как бы босс не гоблин вроде, либо же прорисовка специфическая, но мне как бы там был вроде слайм, и вот сейчас я вижу, что слаймы тоже появились, поэтому ну, вполне возможно, что там тоже меня ждет слайм. Так, у меня уже больше тысячи хп, представляете? Растут просто невероятно быстро. Можно скорачивать, быстро бежать к выходу и проходить именно босса, но как я вам ранее говорил, меня интересует и самопрокачка персонажа, и лут с мобов, который падает. Поэтому я стараюсь зачищать все, рекомендую и вам. Это же ведь интересно, это часть составляющей игры, зачем же, зачем-то же это прорисовывалось все. Так, open book. book. Так, давай откроем. Что у нас тут? Хорошо. Ну, ресурсы. Все ресурсы. Чтобы вот прям что-то сверх, нет, пока ты не начнешь крафтить, ты не будешь ценить эти ресурсы. Я заходил, изучал, смотрел, но честно, вот пока у тебя там на то запрет стоит, на то запрет стоит, маленький уровень, еще какая-то проблема. Нету какой-то смысловой нагрузки во всех этих ресурсах, понимаете. А вот потом, когда ты докачаешься, дойдешь до этого момента, да, это будет круто, ты будешь бегать по всем локациям, формить больше ресурсы, нежели шмот на RP. Ну, а пока меня интересует только шмот на RP, чтобы максимально себя прокачать. Так, ну, здесь все слабенько, слабенько. Этот уровень у данжи очень слабый, прям мало всего. Там мешочек остался, надо забрать. Дерево я уже, не знаю, около 200 нафармил, вот мы около 10 роликов с вами записали, уже больше 200 дерева я нафармил, не знаю, нужно ли оно будет в таком количестве и интересует, сколько здесь вообще можно с собой носить ресурса. Вроде как, пока ограничения я не видел, но и по полу я ничего не забивал. Так, пошли вниз. Нам надо найти локацию с боссом, зачистить данжи и вернуться к ней. Хорошо. Вот плохо подтягиваются вещи иногда. Иногда очень хорошо все сметается, иногда вот плохо подтягивается. Так, вот это я не прохожу, мне не нравится. Так, там дальше прохода если нету, то я пошел отсюда. Да, тут глухая комната, можно уходить. Зачистка мувов крутая мини-задача в данже, а вот это вот по шагам все делать, вот это мне не нравится. Так, все, глухая комната, слабая, слабая, слабая данжа, очень слабая. Я думал она будет побольше, ну как бы уровень растет, я надеялся на то, что и подземелья будет становиться больше. Кстати, жду, не дождусь данжи на 3 уровня, на 4 уровня, пока что двоечка это прям потолок, это выход с данжи в следующую, а вот здесь у нас босс. Хорошо, давайте посмотрим. Да, это Active Control Panel босс. Не знаю, почему активируй контрольную панель, чтобы вызвать босса. Все, я понял. Я просто привык, в предыдущих данжах, когда появлялась заставочка босса, писалось его имя. Пока имени босса я не увидел. Вертушечку. Хорошо. убили. Хорошо. Вот, прилетел. Это босс, что ли? Да, это босс. Желтенький смайл. Так, тихо. Скотина, больно, они стреляют. что-то я умираю, ребят. Походу, да, все. ГГ. Они больно бьют. Мне просто нечем. А нет, я убиваю, хорошо. Видите, все-таки я подумал, что я сделал ошибку, и мне нужно было сначала их убить. Но я сосредоточился на боссе и не прогадал. Все-таки если убиваешь босса, они исчезают. Потому что я думал, они еще сделают конечный финальный удар такой, и я умру. Так, еще один ключ пал. Так, опять отгрыженого босса. Почитал на форумах, редко падают ключи, и когда они падают, но это очень круто. у нас получается один упал так, как надо по сценарию игры, а второй получается мы отхватили только что. Ну, сходим, обязательно посмотрим, но только как отдельный видеоролик, потому что грейджные боссы это вам не хухры-мухры, не так часто они встречаются. Так, что и с нового. 78, 84, у меня 76, 81, давайте поставим тот, наверное, 85, 91, а это двуручка, это же, а, да, это тоже не двуручка, отлично, этот можно ставить. Так, вот это у нас двуручный слабый, двуручный слабый, и доспех упал тоже слабый. Ну, в принципе, кроме вот этого меча, больше ничего нам годного и не упало за эту данжу. Не будем расстраиваться, всем спасибо, друзья-друзья, пока.